Всем привет! Вы на канале Пакашеварим, правильно, да вы знаете на каком вы канале, чего я каждый раз повторяю. И вы точно так же знаете, что каждый раз у вас здесь ждет что-то вкусное, простое, практичное, но очень вкусное. И сегодня просто бомба, реально клевая. Приготовим с вами сегодня офигенный, просто сочный, мощный, у вас ся, чизбургер пай. Я назвал этот рецепт чизбургер пай, ну то есть это будет слоеный пирог с офигенной, с говядиной, с сыром, с огурчиком, с помидорчиком. Мощно и сочно, в общем, все как завещал великий съем бургер за здоровье Собянина, вот тот самый. Давайте начнем готовить. Вот они все ингредиенты, не так-то много, но из этого мы сделаем вкуснятину. И начнем мы с мяса. Кусок шикарной говядины. Из нее мы будем делать фарш, соответственно, просто нарезаем на кусочки, удобные для мясорубки. Мясо, честно признаюсь, я что-то какое-то неудачное купил, что это такое? Почему столько пленок и жил, непонятно. Ну ладно, переживем как-нибудь. Мясорубка все стерпит, да? Все, и вот это, я думаю, войдет. Идем к мясорубке. У меня есть еще вот такое вот сало, не куском, а прям в специях нарезанное, и там довольно много мяса. И жирочек там есть, он будет не лишним. Его тоже добавим к фаршу. Я его не буду пропускать через мясорубку, я хочу нарезать кусочками и использовать в таком виде. У меня здесь лук, вот половинку луковицы мы откладываем, давай вот эту маленькую отложим, половинку. А большую нарежем. Одна уйдет у нас в фарш, я хочу, чтобы внутри был золотистый, сладковатый лук. А второй я замариную непосредственно в начинку, в сыром виде. Ну как в сыром, в маринованном. Это к фаршу. В сковородку растительного масла. Хорошо прогреваем сковородку. Сначала кинем лучок, чуть-чуть обжарим и добавим в фарш с салом. Буду сильно лук сейчас выжаривать, чисто так, до прозрачности. Он вместе с фаршем добьется. Это сало пошло. Тоже из него сейчас жир вытопится. И говядину выкладываю, только не торопясь, чтобы сильно не снизить температуру в сковородке. И тоже начнем прижаривать. Сначала не трогаем, пусть одна сторона прижарится и потом только перемешивать. Периодически перемешиваем, обжариваем до исчезновения всей влаги, которая может быть появилась. У нас ее, слава богу, не очень много. И исчезновение розового цвета. Вторую половинку луковицы, которая у нас осталась, мы подмаринуем. Тоненько-тоненько нарежу кольцами. Чтобы лук подмариновать, вот немножко вот так вот с сахарку. Также не очень много соли, чтобы сок пустил. И кусочек лайма отрежем, чтобы добить кислинкой небольшой. Ну, либо какой-нибудь уксус можно использовать, какой у вас есть. Я чуть-чуть лайма. Так вот, руками мнем. И все, можно сложить в какую-нибудь емкость. Пускай лежит, маринуется. Все, фарш готов. Его можно еще пожарить, конечно, до прям пригарочек таких, как хотите. В принципе, я, наверное, буду снимать, чтобы лишнюю влагу не упускать. Единственное, что я его, естественно, посолю. И добавлю перца. Это уже можно делать не на огне. Я снял сковородку. Просто перемешаю. Мясная начинка у нас готова. Пусть ждет своей очереди. Мы пока займемся остальными ингредиентами. А это у нас помидорки. Нарежем кружочками. Ну, все, как положено в бургер. Что еще должно быть в чизбургере? Конечно же, огурчик маринованный, да? Ну, либо соленый. Но лучше маринованный. Теперь сделаем легенький вкусный соус на основе кетчупа и йогурта. Будет офигенно. Смотрите, у нас будет какой тройничок. Это греческий йогурт. Просто белый, без каких-либо добавок. Просто кетчуп. И горчичка. Опа-на! Естественно, соус надо посолить, вне всяких сомнений. И что здесь не хватает? Пишите в комментариях. Ладно, я вам расскажу. Чеснока здесь не хватает. Натрем чеснока. Ну, либо через чеснокодавку можно выдавить. То есть, это уже кому как удобней. Я добавлю два зубчика, чтобы острым не был. Но аромат отдал. Отличный соус. Мука. Просто вот так вот по столу. Душевно. И раскатаем тесто. У меня слоеное дрожжевое тесто. Хорошее слоеное дрожжевое тесто. Почему дрожжевое? Потому что хочу я попышней. И у нас будет две части. Одна нижняя, вторая верхняя, как вы понимаете. Потому что это все-таки чизбургер пай. А не что-то там. Одну часть теста надо раскатать с запасом. Потому что... От него нам потребуются еще бортики. Я думаю, что достаточно. На дно формы я традиционно зажимаю пергамент. У меня есть масло в пулеверизаторе. Очень удобно. Чуть-чуть смажу края. И выложим первое тесто. Главное его не порвать. Пускай пока свисает. Мы потом все, что надо, сделаем с краями. И начнем формировать наш чизбургер пай. Причем я буду это делать слоями. И начну я непосредственно с мяса. Какую-то часть мяса я распределю по дну. Ну просто, чтобы не вымокало дно от соуса. Не хочу. Вот сверху уже можно положить соус. Я сегодня использую сыр Брест-Литовск классический. Это отличный, чуть солоноватый сыр, который классно плавится. Что надо еще для чизбургера, а, ребят? Добавляем его. Я взял слайсы, потому что так удобнее. Помидорчики. Следующий слой вкуснятины. Давай сделаем двухслойный. Мне кажется, нет смысла мельчить. Нормально будет держаться. Оп-оп-оп, а вот это вот незаконно. Вот это тесто мне надо было. И повторяем ту же самую историю. Соус, вкусный сыр и овощи. Конечно, не забываем про маринованные огурцы. Пусть в том слое их не было, но в этом слое они обязательно будут. Вместе с помидорками. И давайте маринованный лучок не забудем тоже, да? Отлично. Накрываем сверху вторым кусочком теста. Я немножко придал круглую форму ему. Просто защипляем, как умеем. Но это мое оправдание, потому что я, кроме как так, и по-другому не умею. В общем, как получится, так и защипляем, подворачивая края. Естественно, верхний и нижний слой надо постараться объединить. Так, лишнее тесто я оборву, нефиг. И вот так вот по кругу мы забабахали. Я вот здесь вот желточек взял. Немножко его делаю единородным. И смажем пирог. Но это все-таки пирог. Давайте признаемся, что это в первую очередь пирог, а уже потом всякий чизбургер и всякое разное. И сверху я посыплю поджаренным кунжутом. У меня кунжут вместе с чернушкой. Поджарьте себе кунжут на сухой сковородке с запасом. Пускай лежит в какой-нибудь там, я не знаю, закрывающейся емкости. Используйте по назначению. Очень удобно. Потому что каждый раз вот это вот, жарить кунжут, как-то оно не так. Я просто прокалываю тесто абсолютно рандомно, чтобы выходил пар, чтобы не поломался наш пирог. Отправляем запекаться. Полчасика, 180 градусов. И чизбургер пай будет готов. Какие-то полчаса. И наш пирог, посмотри, какой стал красавец. Шикарно. Пирогу надо дать время постоять, отдохнуть и после этого разрезать. Потому что там еще внутри процессы идут. Бурление, сыр плавится. Минут 5-10 пусть постоит и потом будем кушать. Смотри, шикарно все получилось. Как-либо переворачивать, перекладывать я бы его не стал. Будем прямо вот отсюда все это глядеть. Смотрите. Тянущийся сыр. Что еще надо нам для полного счастья? Я свою порцию дозаберу с вашего позволения. Вот здесь вот еще у меня кое-что вывалилось. Я заберу себе. Супер, будем пробовать. Классно, ароматно и разваливающийся. Блин, ну чуть-чуть подождите. То есть у меня нет возможности и желания ждать. Я вот 5 минут и давай резать. Чуть-чуть подождите, минут 10 он немножко подостынет, схватится и будет держаться топово. То есть можно даже будет руками. Наверное есть. Но в моем случае вилкой. В общем, все пропеклось. Все объединилось как надо. С сыром все прекрасно, ребята. Плавится отлично. Брест-Литовск. Савушкин продукт. Брест-Литовск. Это их бренд. Один из брендов, кстати. Если вы не знаете, какие еще бренды входят, делаются с Савушкиным продуктом, то в описании к видео есть инстаграм. Вы можете перейти, познакомиться с другими брендами, с их продуктами. Рецептики всякие, приколюшки там будут. Так что подписывайтесь. Брест-Литовск. Красавчики. В частности, Исавушкин продукт в общем. Так что давайте пробовать. Все, ребята, у нас момент истины. Вы серьезно ждете, что я вот про блюдо, в котором тесто, мясо, сало, лук, жир, скажу что-то плохое. Плюс помидоры, маринованные огурцы. Я могу сказать что-то? Вы посмотрите на меня. Могу ли я сказать что-то плохое про сочетание таких продуктов? Изумительно вкусная жирюка. Классная. Классная, вкусная, сочная, насыщенная, изумительная штука. Максимально сочно. Вы хоть меня и предъявляете периодически, что, блин, ты всегда хвалишь свое блюдо. Во-первых, нет. Во-первых, не всегда. Но я выбираю те блюда, которые готовлю на канале, которые заведомо должны быть хорошие. Некоторые из них я повторяю, ну как бы уже на камеру попробовав их ранее. Некоторые готовлю первый раз, но подозреваю, что должно получиться. Очень редко обламываюсь, серьезно. Получается всегда либо круто, либо хорошо. Плохо получалось, но такие ролики не выходили на канале. Вот и вся история. Это блюдо получилось отлично. У меня абсолютно никаких претензий к нему нет. Кроме того, что может быть чуть, я говорю, постоять, чтобы форма держала. А так, да хрен бы с ним. Я и так нормально поем, ребят. Класс. В общем, ставьте лайки, обязательно повторите. Со слоеным тестом, не морозьтесь с дрожжевым. Купите готовое слоеное тесто. Отлично из него все получается. И готовьте. С фаршиком, только фарш не покупной тоже. Фарш сделайте сами. Это залог успеха всегда в мясе. Очень редко можно купить готовый хороший фарш. Повторяйте, действительно очень вкусно. И очень мощно. Всего вам вкусного. Пока. Диман, я тебе отвечаю. Получилось лучше, чем я ожидал. Я вот на камеру... Ну, как бы ладно. Это все равно ты вставишь в конце, как обычно, да? На камеру не хотел говорить, потому что все начнут бомбить. Ладно, пусть в конце кто-то смотрит. В общем, получилось круче, чем я ожидал. Ты сейчас попробуешь и офигеешь. Очень вкусно. С Богом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть в конце паузи.